Всех приветствую! Сейчас я вам покажу где вот в таких вот движках находится дорогой драгоценный металл и это не КМ. Потому что многие знают что тут находится КМ, да так и есть, но тут находится еще и другой драгоценный металл, который многие не знали и пропускали мимо его. Так что сейчас я вам все покажу, разложу по полочкам, где он находится в этих движках этот драгоценный металл. Так, это у нас с газоанализатора в выпуске. Кто не видел, мы его разбирали. Сейчас начнем разбор. И вот маркировка этого движка. Это получается движок DP-40-016-2, 1992 года выпуска и 1986 года. Начали выпускать 1986 года. Он у нас устанавливается в различные магнитофоны. Так что вскрываем крышечку и вы увидите, что они абсолютно, считай, одинаковые. У этого чуть-чуть разное строение. Так, сейчас. Вот отверточка еще раз пригодилась. Так. Вот. Этот и этот, как видим, одинаковые, но чуть-чуть другое строение, сверху пристроено. Но а так полностью одинаковые. Давайте разберем и покажу вам различия. И доберемся до того металла драгоценного. Так. Этот скрытый. Он на одном винте. Это у нас уже труб, движок. А этот мы просто разберем. И будет сравнение. И вы все увидите сами, своими глазами. Вот так. Все отлично. Так, аккуратненько. Чтоб щетки не погнуть, надо вот так аккуратно. И вообще лучше вот так его и отсюда извлекать. Сейчас там магниты не дают. Сейчас он у нас почти выскочит. Все, вышло. Достаем якоря. Один есть. Второй разбираем. Так, это отсюда. Это отсюда. Да. Ну а прежде чем начну показывать, что и где и как, хотел вас попросить поддержать лайком. Для вас это же делать несложно. Так что нажмите, чтоб я для вас... И так для меня очень важно, потому что я для вас сделаю новые выпуски. Так что смотрим, что у нас не так и так. Да. Вот про эти КМ конденсаторы, как видите, тут у нас есть. Все знают. Ну а про другой драгментал не знают. Это у нас КМ, и они находятся без маркировки. Можно сказать, общая группа. Так, это в сторону. А тут у нас есть вот такой вот драгментал. Сейчас покажу. Вот такие вот якоря. Много раз пропускал. Если даже на форумах почитать, то там этот драгментал... Как бы есть разбор на форуме, и там не указывается. Получается, пролетел мимо, как фанера над Парижем. А получается, что за металл? Если мы посмотрим на якорь внимательно. Так, это обычный скользящий подшипник. Так, а тут у нас находится... Ну, кто стрел выпуск, я предполагал. Ну, это уже точно. Два якоря. Видим, тут флажочки. Получается, это настройка. Ну, сейчас перейдем, потом поговорим. Вот эти контакты у нас получаются из серебра. И сейчас мы это... Вам покажу, докажу, что у нас серебра. Так, возьмем... Так, где другая отверточка? Тут один был надломанный контакт. Заставим контакт. Потому что они у нас написаны, что типа латуневые. Ну, как они не могут быть латуневые никак? Потому что... Или медные, но не латунные. На якоре контакты. Их тут три лепестка. Сейчас мы его так оторвем. Оторвем и покажу поближе. Вот. Он у нас не посеребренный. Он у нас идет из технического серебра. Это драгоценного металла. Щетки. Считай, классно. Так, вот этот усик нам надо, чтобы пайки не было. Пайку можно откусить. И сейчас... Проведем то, что нужно нам. Возьмем камушек. Поставим вот этот кусочек. И возьмем горелочку. Да, кому интересно, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан. Так что проверяйте, подписаны вы или нет. Так, нам придется чем-то тут прикрыться. Сейчас. Чтоб она у нас не улетела. Ну, такое бывает с такими мелочами. Надо что-то нам крупное. Возьмем ту же самую отверточку. Вот, смотрите. Я его не охлаждал. Скрутилось сразу же. Можно сказать, видели. Моментально в кружочек. Это у нас серебряные контакты. Так что, кто еще не прожал лайк, можете это сделать прямо сейчас. Для меня это очень будет приятно. Серебряные контакты. И можем даже еще два тех достать. Остатка. Их тоже. А пишут, что латуневые. Обкладки типа там посеребренка сверху. Нет, они у нас серебра. Если посмотрите, вот, был сделан надрез. Это не искус. Если откусить посеребренку, то оно не покажет, что оно там латуневое или медное. Но это у нас серебро. Посмотрите внимательно. Вы видите. И вот у нас этот шарик. Сейчас. Он у нас остыл. Надеюсь, сейчас возьмем скальпель. В этот раз под микроскоп лезть не будем. Вы и так убедились, что это у нас серебро. Оно показало. Для тех, кто не верит, могу повторить. Вот. Смотрите. Возьмем еще. Сразу два контакта. Все-таки возьмем. Думаю, вам тоже интересно. Так что давайте еще два вот этих контакта отсюда срубим. Откусим, конечно, те части, что залужены. Но ничего страшного. Думаю, для вас это полезный выпуск, потому что реально многие пропускали это. А это у нас не латуневые, а серебряные контакты. Чистейшее серебро. Да, мало, но бывает. По серебренку собирает. А тут чистое серебро. Звижка. Так. Сейчас мы это все сделаем в один. Воедино сделаем. Вот, смотрите, как оно белеет. И как оно в один. Ну, сейчас потемнеет, потому что мы его не охладили. Будет такой темный цвет. А вот еще один. Вот так выходит. Многие долгое время пропускали чистое серебро. Брали КМ-ку и все. Ну, и так и я делал. КМ-ка, Аджа и на вылет. Вот такой вот выхлоп. Да, кому интересен выхлоп по этому. Получается движку ДП-40. Получается КМ-ка 0,23 по весу. Медь 4,9 грамма. Бронза 0,6. Латунь 2,3. Серебренка типа 0,1. Флажки. Как видим, там у нас были флажки, а там у нас настройка. Что хотел, чуть не пропустил. Так, где? Вот, видим якорь. Тут у нас флажки. Это с магнитофона. Это у нас с газоанализатора движок. Видим. Тут флажки. А тут флажков нету. Вы уже видели, я только контакты снял отсюда. Этот моторчик не пострадал и не пострадает. Так, ну у меня он не один. Из-за этого так. А вот настройка. Получается эти флажки устроены вот тут. Давайте еще настройку снимем. Ну и посмотрим, так ли это. Что там у нас есть. Разломать можно, потому что тут очень мало. Так, сейчас, секунду. Оно очень маленькое. Нам дастся быстренько с ней справиться. Сейчас посмотрим, что тут. Есть или нет. Это я тогда забыл сделать. Так, тот кусок очень далеко улетел. Ну тут нема ничего интересного. Так что на этом будем заканчивать. Слева-право появилось видео. Смотрите, очень хороший выпуск. Предыдущий выпуск лево. И отличный справа. Так что смотрим. Давай, давай, давай. Давай, давай. Продолжение следует...